Я уеду к огороду, и у вас, да если скала, будет личный водоназ. Лопата или мотоблок, семена или рассада. У каждого уважающего себя огородника свои секреты богатого урожая. Возможность поделиться бесценным опытом, узнать о новинках в сельскохозяйственной отрасли подарил дачникам журнал «Сады и огороды Приморья». Уже третий год подряд издание является организатором праздника «Дачный бум». Мы радуемся, что он становится уже традиционным, что его уже знают. Некоторые приходят целенаправленно, потому что знают, что это дачный бум. И здесь можно не только послушать музыку, не только поучаствовать в конкурсах, но, допустим, задать вопросы юристам. В этом году праздник отличился разнообразной деловой программой. Это и понятно, ведь в земельном законодательстве много нововведений. К канун нового сезона люди пытаются оперативно решить все свои проблемы. Землю надо оформлять. Если граждане не оформляют свою землю своевременно, они рискуют ее потерять, рискуют, что она будет захвачена третьими лицами, рискуют, что в последующем они не смогут ее продать, подарить, завещать детям. То есть возникнут проблемы также и в оформлении, например, живого дома, который находится на данном земельном участке. Рассказывали дачникам и о государственных стандартах в области садоводства и огородничества. Реализации семенного и посадочного материала помогали правильно выстроить календарь ранневесенних работ. У нас здесь очень много представителей снабжающих фирм, представителей юридических компаний, которые дают садоводам какие-то рекомендации, объясняют какие-то положения. Очень большой популярностью пользуется стенд Россельхозцентра, который выставил на продажу и на обозрение новые виды удобрений, новые методики обработки растений для получения богатых урожаев. Детям на праздники тоже нашлось дело. Ребятам выдали овощи и предложили им порисовать. Малыши с удовольствием макали брокколи и морковь в краски и создавали авангардистские шедевры. Самые удачные работы награждали подарками. Просто развлекаемся, получаем удовольствие, но вместе с тем они же все равно учатся. У них, они делают какие-то два-три движения руки, получается цветок. Им это нравится, они продолжают, смотрите, с каким удовольствием. Поэтому печать, монотипы, это давно известная техника, но только сегодня у нас особенно. Мы печатаем не сухие листья, не травы, мы печатаем овощами. А пока малыши были заняты делом, их родители знакомились с ассортиментом продукции, техники и услугами местных производителей. Особый интерес дачников вызвали мастер-классы по посадке лука и пересадке орхидей. Сеть магазинов «Универсат» предоставила много новинок в плане рассадного материала, в плане садовых, цветочных. У них очень много было культур в одном виде. Самое главное чудо-средство – это любовь к растениям, любовь к огороду, любовь к саду своему. Это самое главное чудо-средство. А все уже остальные являются сопутствующими, помощниками. Главной темой и гостей сегодняшнего праздника является тыква. Наши дачники не только выращивают тыкву, но и рисуют вот такие прекрасные картины. Тыква была везде. Натюрморты, декоративные тыквы для украшения интерьера, пышущие здоровьем тыквы в качестве главного блюда на столе. Может быть, кто-то скажет, ну подумаешь, тыква. На самом деле, во-первых, это овощ, один из немногих, который долежался до весны практически. Потому что вот вы видите, здесь целенькая еще тыква. И какой же праздник без призов? В ходе лотереи разыгрывали сертификаты в магазины «Универсат», электрические триммеры и газонокосилку. После такого грандиозного фестиваля можно смело сказать, дачный сезон во Владивостоке официально открыт. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.